Сегодня действительно у нас такое достаточно расширенное мероприятие, много тем. И, наверное, начну с того, что такое вообще субсидиарная ответственность, чтобы просто было понимание. Это такой страшный зверь, которым последние три года, даже четыре года, наверное, уже пугают предпринимателей и директоров. Так вот, что же это такое? Субсидиарная ответственность – это ситуация, когда ответственность по долгам юридического лица предприятия перекладывается на других лиц. То есть, та ситуация, когда принцип ограничения ответственности, который, собственно, является таким основополагающим для большинства современных бизнес-корпораций, для общества граничной ответственностью, для акционерных обществ, да, и на котором, собственно, строилась вся суть и концепция этих компаний. Этот принцип отменяется, и полная ответственность по долгам предприятия переходит на каких-то иных лиц. На директоров, на учредителей или каких-то третьих лиц. Сейчас будем вот с этим моментом разбираться. Это действительно очень серьезная ситуация. Она достаточно неприятна для людей, ведущих бизнес, для топ-менеджеров, тех, кто руководит бизнесом, потому что это действительно серьезно. И, прежде всего, хотел бы сказать, что все же эта субсидиарная ответственность, вот несмотря на распространенное такое последнее время заблуждение о том, что любое банкротство компании, оно сразу автоматически приводит к субсидиарной ответственности для директора, для учредителя. Это все же не так. И у нас даже Верховный суд в базовом документе, который был в 2017 году выпущен, это постановление Пленума Верховного Суда от 21 декабря 2017 года по вопросам именно привлечения к субсидиарной ответственности, говорит о том, что это исключительная мера. То есть мы все-таки должны понимать, что привлечение к субсидиарной ответственности должно стать исключительной мерой. Хотя, действительно, тут за последние 4 года 3,5 ситуация кардинально изменилась у нас в законодательстве и в правоприменительной практике. Потому что именно в летом 2017 года были внесены серьезнейшие поправки в федеральный закон о несостоятельности, которые ввели целую главу в этот закон, глава 3.2, о субсидиарной ответственности, которая так и называется, о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей и иных лиц. До этого, надо сказать, что такое понятие, как субсидиарная ответственность, оно тоже было в законодательстве, но применялось крайне редко. То есть на самом деле и отрегулировано было, так скажем, поверхностно достаточно, ну и на практике практически не применялось. Вот, теперь давайте перейдем уже непосредственно к теме, почему к субсидиарной ответственности чаще всего привлекаются генеральные директора. Основания и привлечения и основные риски. Ну, это в принципе видно даже из самой формулировки, то, что я сказал, как называется глава закона о банкротстве, соответствующая она называется, о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей, а далее уже и иных лиц. То есть иные лица, они идут вот как-то без расшифровки, а руководители идут на первом месте. То есть у нас, соответственно, генеральный директор, это руководитель, ну, в соответствии с гражданским кодексом, в соответствии с законом об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью. Это руководитель исполнительного органа, генеральный директор, либо это может быть управляющая компания в редких случаях, но это лицо, которое действует без доверенности и которое, по сути, у нас отвечает за основные управленческие решения. Поэтому у нас законодательство презюмирует, то есть устанавливает заранее, что генеральный директор является контролирующим деятельность предприятия лицо. То есть в чем суть? В субсидиарной ответственности могут быть привлечены лица, которые соответствуют критерию КДЛ, контролирующая деятельность лица. Вот генеральный директор, у нас КДЛ по определению, по всем остальным лицам… Секундочку, презентацию единственное, что не видно. Да, сейчас просто перейдем к основаниям. По основаниям привлечения к субсидиарной ответственности. У нас их несколько основных, которые закон устанавливает. Когда привлекаются лица к субсидиарной ответственности? Когда требование кредиторов невозможно полностью погасить вследствие действия или бездействия контролирующих лиц. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что первое, у нас в рамках процедуры банкротства невозможно погасить требования кредиторов, а это почти всегда, собственно, поэтому и не было бы банкротства, если бы можно было погасить эти требования. Более того, по статистике у нас средний уровень погашения требований в банкротстве – это 5%, поэтому здесь эта ситуация крайне распространенная. И второй момент – это в том, что погасить эти требования невозможно именно в результате действия или бездействия контролирующих лиц. То есть не объективная ситуация неплатежеспособности, а из-за виновных действий каких-то лиц. Какие у нас основания для привлечения к субсидиарной ответственности? Во-первых, это то, что лицо совершило или одобрило сделку, которая нанесла существенный вред имущественным правам кредиторов. Сложное основание, неформальное. То есть здесь необходимо, чтобы те лица, кто заявляет, кто подает в суд заявление о субсидиарной ответственности, это либо конкурсный управляющий, либо кто-либо из кредиторов, доказал, что были совершены какие-то сделки, которые нанесли существенный вред. Это не всегда просто, об этом чуть позже поговорим. Но запомним, что вот такое основание есть. Второе основание, оно уже больше формальное. Речь идет о документах бухгалтерского учета и отчетности. Речь идет либо об искажении этих документов, либо об их отсутствии. То есть здесь именно действует формальный принцип и чаще всего это устанавливается на основании каких-либо документов налоговых органов. То есть прошла налоговая проверка. По итогу налоговой проверки выявлено, что есть какие-то искажения, недостоверности в бухгалтерской отчетности. Все, у нас есть, если дальше происходит банкротство, компания не может расплатиться под одноочисленным налогом, по другим обязательствам происходит банкротство. Все, у нас есть решение налогооргана, если оно не оспорено, не обжаловано, не отменено. Там написано, что отчетность недостоверна. Это у нас прямо вот такая, как говорится, жирная точка, чтобы привлечь директора, а возможно и других лиц, и главного бухгалтера к субсидиарной ответственности по этим основаниям. Дальше, третье основание – это то, что требование кредиторов в третьей очереди по основной сумме задолженности возникло вследствие правонарушения, за совершение которого есть вступившее в силу решение суда или какого-то органа. Это, опять же, мы возвращаемся к ситуации с налоговыми органами и с участием налоговых органов в процедуре банкротства. В чем тут суть? Суть в том, что здесь, если у нас у налогового органа в реестре требований кредиторов более 50%, то есть налоговый орган является мажоритарным кредитором в реестре, и при этом есть документы, а это, опять же, решение обычных налоговых органов о том, что задолженность возникли в результате совершения какого-либо административного или уголовного правонарушения, есть лицо, привлеченное к ответственности за данное правонарушение, то это, опять же, презюмируется вина этого лица и презюмируется возможность перехода субсидиарной ответственности на данное лицо. То есть тоже такой формализованный подход, где очень трудно для контролирующих лиц, и, опять же, прежде всего мы здесь говорим о руководителе, потому что у нас руководитель отвечает за все, и в 99 случаях по итогам всех этих мероприятий налогового контроля у нас к ответственности привлекаются именно руководители, именно генеральные директора. То есть здесь вот его привлекли, дальше пошло банкротство, налоговое включилось, у нее больше 50%, соответственно, мы сразу имеем такую ситуацию, что директору практически невозможно доказать свою невиновность в плане привлечения к субсидиарной ответственности. Дальше. Следующее основание – это отсутствие или искажение документов, которые должны храниться по законодательству, по действующему законодательству. То есть речь идет о том, что, по сути говоря, какие-то документы сознательно скрываются, сознательно скрываются от управляющего, не передаются или они действительно отсутствуют, уничтожены, либо они не передаются по каким-то иным причинам. То есть здесь тоже такой формальный подход, он часто выявляется каким образом. То есть у нас управляющий направляет, конкурсный управляющий направляет при введении процедуры конкурсного производства, направляет директору запрос, письмо с просьбой предоставить документы. Директор документы не предоставляет, например, дальше управляющий обращается в суд с просьбой оформить исполнительный лист на выдачу документов, предположим, документы не получает, и дальше у нас возникает основание для привлечения субсидиарной ответственности. Еще одно основание – это то, что на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены необходимые сведения или, наоборот, сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮ или Единый федеральный реестр о фактах деятельности юрлиц, недостоверны. То есть это то, что у нас тоже в последнее время стало использоваться периодически. Это когда, например, налоговые органы проверяют наличие юридического лица по его адресу, по месту нахождения, выявляется отсутствие этого юридического лица там, и налоговики вносят в ЕГРЮ сведения о недостоверности юрадреса. Если предприятие, директор предприятия вовремя эту ситуацию не исправит, не представит в налоговый орган документы о новом адресе, договор аренды или какие-то иные документы, то, соответственно, у нас возникает эта ситуация недостоверности. И в дальнейшем это тоже может являться основанием для субсидиарной ответственности. Вот. Соответственно, по привлечению к субсидиарной ответственности лиц, почему еще раз подчеркну, почему у нас директор практически это основное лицо, который чаще всего, риски которого наиболее велики с точки зрения привлечения к субсидиарной ответственности. Суть в том, что введенное законом понятие контролирующего должника лицо сформулировано следующим образом. Контролирующее лицо – это то лицо, у которого есть возможность давать должнику обязательные для исполнения указания или иначе определять его действия. То есть генеральный директор является тем лицом, которое по самой формулировке законодательства имеет возможность давать такие обязательные для должника указания. Поэтому еще раз подчеркну, что есть презумпция виновности генерального директора. Но это не означает, что его можно привлечь в любом случае, только при доказанности этих виновных действий. И нужно сказать, что можно не за весь период привлечь генерального директора, а только за период трех лет до возникновения признаков банкротства. Или после их возникновения и принятия уже арбитражным судом соответствующих решений. То есть у нас часто возникали ситуации в нашей практике, когда идет процедура банкротства юридического лица, которая существовала 10-15 лет. В частности, я принимал участие в банкротстве крупного в свое время застройщика, который занимался у нас был сносом гостиницы «Россия». Может быть, все, я думаю, помнят, была такая довольно громкая история. И там в рамках банкротства этого юридического лица тоже ставился вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности директоров. Там компания существовала с 90-х годов, сменилась порядка, по-моему, 6 или 7 директоров. И привлекали мы только тех, которые были в периоде, соответственно, в этом трехлетнем периоде. Директора, которые были раньше, они, соответственно, уже именно по срокам не могут подпадать под привлечение к субсидиарной ответственности. Теперь давайте рассмотрим несколько ситуаций, которые в практике чаще всего у нас возникают в отношении генеральных директоров. У нас, по сути говоря, есть три основные ситуации. У нас есть ситуация, когда директор является одновременно и участником. Чаще всего в малом бизнесе у нас бывает как-либо у этой компании ООО один учредитель, и он же генеральный директор. Довольно частая ситуация. Вторая ситуация, когда у нас ООО, например, два или три учредителя, но один из них генеральный директор. Вот в этой ситуации у директора практически нет какой-то возможности в случае наличия признаков для привлечения к субсидиарной ответственности, а это вот те основные пять признаков, о которых я ранее сказал, как-то сказать о том, что он не являлся контролирующим лицом, что он выполнял указания каких-то других лиц, что были какие-то иные лица, которых также следует привлечь к этой ответственности. То есть директор будет отвечать за все, и ему надо защищаться прежде всего самому в этой ситуации. Она самая неприятная, так скажем, для генерального директора. Вторая ситуация – это так называемый наемный генеральный директор. Обычно это все-таки характерно для более крупных компаний, для более крупного бизнеса, когда у нас бенефициары – это какие-то лица юридические или физические, которые владеют долями в уставном капитале, а генеральный директор – это наемный работник, у которого никаких долей нет, который нанят в кампанию по трудовому договору с этим генеральным директором. Здесь тоже надо сказать, что основной риск лежит на генеральном директоре, и в принципе и судебная практика идет по этому пути. То есть генеральный директор, даже наемный, не может сказать, что вот я просто здесь работал, получал зарплату, выполнял указания бенефициара. Если он реально работал, если это был не номинальный, а реальный генеральный директор, который выполнял управленческие функции, то он также находится под риском субсидиарной ответственности. И единственный момент, что в данной ситуации он скорее всего будет нести эту ответственность одновременно с участником общества, с акционером общества. То есть, по крайней мере, в заявлениях обычно в таких ситуациях заявители по субсидиарной ответственности указывают как директора, так и бенефициаров компании. Есть у нас третья ситуация, это так называемый номинальный директор. Я думаю, что ни для кого не секрет, в бизнесе такие ситуации тоже бывают, они распространенные, когда у нас директор принимается именно с той точки зрения, чтобы как-то основным бенефициарам реальным компаний снизить свою долю ответственности, пытаться не нести эту ответственность, нанимают какого-то номинального человека, либо это может быть чей-то родственник, либо это могут быть какие-то люди, которые в силу своей материальной ситуации вынуждены таким образом зарабатывать, либо это может быть даже работник организации, но, предположим, работающий водителем. Бывают такие ситуации, что человек работает водителем, а его берут и делают генеральным директором компании. То есть за него полностью всю деятельность компании ведут иные лица. Он только подписал какие-то документы, первичное, например, заявление о своем назначении, съездил один раз в банк, чтобы поставить подпись в банковской карте, дальше он передал все ключи, все пароли бухгалтеру, каким-то иным сотрудникам, может быть, бенефициарам этой компании, и дальше его как бы ничего не касается. Это достаточно сложная ситуация. Закон в новой редакции предусмотрел возможность того, чтобы номинальный директор избежал ответственности. Но это возможно только в той ситуации, если этот номинальный директор впрямую укажет, во-первых, докажет свою номинальность, то есть как-то подтвердит, что он не имел отношения к руководству этой компании и не имел отношения к получению каких-либо выгод от этой компании. То есть, если, например, он регулярно получал какую-то достаточно значительную сумму, как заработную плату, это уже практически невозможно сказать, что он был номинальным директором. Если он подписывал лично, то есть не передал по доверенности своей полномочия, а лично подписывал большинство договоров, то есть здесь тоже достаточно трудно доказать номинальность. Вот. То есть освобождение номинального директора возможно в том случае, если пункт первый, он докажет то, что он действительно номинал, второе, он укажет, какие лица реально контролировали компанию. Это тоже достаточно такой сложный момент, потому что, ну, насколько я понимаю, часто бывают ситуации, когда номинальный директор просто может и не знать о том, какие лица компанию контролировали. Вот. Поэтому здесь такая ситуация, ну, достаточно непростая. Также хотел сказать еще буквально два слова, что к субсидиарной ответственности помимо генеральных директоров единоличных также привлекаются и управляющие компании. То есть бывает такая конструкция, да, в управлении компанией, когда у нее нет генерального директора, а у нее есть управляющая организация. Это указано в уставе, зарегистрировано и так далее. Что происходит в этой ситуации? В этой ситуации у нас Верховный суд в постановлении, которое я уже называл от 21 декабря 2017 года, сказал, что привлекаться к субсидиарной ответственности должна как сама управляющая организация, так и генеральный директор, руководитель управляющей организации. То есть вот эти два лица, они в данном случае будут считаться контролирующими должниками лицами. Они будут нести эту субсидиарную ответственность, если они действительно видоваты. Теперь, что касается стратегии защиты и как можно защищаться, если заявление о субсидиарной ответственности уже подано. Прежде всего мы будем говорить о тех ситуациях, когда привлечение к субсидиарной ответственности обусловлено неформальными признаками, о которых мы говорили раньше, то есть не передача документов, искажение отчетности, сознательное уничтожение этих документов, их утрата без каких-либо подтверждающих документов. А когда речь идет о каких-то сутевых принципиальных моментах, это прежде всего здесь можно говорить о сделках, которые, по мнению тех лиц, тех кредиторов или управляющего, конкурсного управляющего, привели к банкротству компаний. Это первый момент. И второй момент – это есть еще основания у нас, когда привлекают директора за то, что он не подал при наличии признаков банкротства, не подал заявление о собственном банкротстве компании. И здесь у нас суды все-таки стоят на такой неформальной, точке зрения о том, что необходимо доказать недобросовестность директора. А если у него есть какие-то доказательства, соответственно, приведены, ему нужно в обратную сторону, так говорится, доказать свою добросовестность. У нас в практике был такой пример. Вот здесь в презентации указано это дело. Это дело на компании «Универсал связь», когда кредиторы и управляющие пытались привлечь директора именно по основаниям сделок, которые директор заключил. Мы, в данном случае, наше бюро выступало на стороне директора. И мы смогли доказать, мы провели финансово-экономическую экспертизу по сделкам, которая убедительно показала, что сделки были выгодны для компании, они не наносили ущерб кредиторам. И, соответственно, на этом основании директор был освобожден от субсидиарной ответственности. То есть здесь основная идея – это доказательство добросовестности. Ну, прежде всего, через доказательство именно того, что сделки имели экономический смысл, что они не являлись сделками по сознательному выводу имущества, активов, по нанесению ущерба интересам кредиторов. Это одна ситуация, это когда мы говорим о сделках. Вторая ситуация, когда мы говорим о привлечении директора к субсидиарной ответственности по неподаче заявления при наличии признаков банкротства, здесь следует сказать вот о чем. У нас, опять же, суды здесь тоже разъясняют, что нет такого прямо формального критерия, что вот возникли признаки банкротства формальные, которые указаны в законе, и, значит, если директор в течение месяца не подает это заявление, то его можно привлечь к ответственности. Тут тоже имеет значение действия директора. То есть если директор добросовестно себя ведет, если он пытается максимально сделать все для, во-первых, взыскания дебиторской задолженности, для заключения каких-то сделок, которые могут привести к выходу из этого финансово сложного положения, может быть, инициирует какой-то антикризисный план, предлагает его акционерам или сам реализовывает. Далее он ведет переговоры с кредиторами с одной стороны, с другой стороны он максимально пытается оспаривать требования кредиторов в судах всеми возможными способами. То есть в этой ситуации у директора тоже есть возможность доказать свою добросовестность. Но, конечно, опять же, имеют значение все факторы, в том числе длительность периода вот этой неплатежеспособности, которая наступила. То есть если она наступила год назад, и тут, наверное, уже сложнее. Если директор в течение двух-трех месяцев после наступления признаков неплатежеспособности не подал заявление о банкротстве, но, тем не менее, старался ситуацию регулировать, здесь у него есть все шансы защититься и доказать отсутствие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности. Также нужно сказать, что есть и различные процессуальные, процессуальные, ну, назовем так, формальные моменты по привлечению директоров к субсидиарной ответственности. Тут я бы назвал три основных момента. Первое, то, что уже мы кратко сказали, это степень вовлеченности директора в финансово-хозяйственную деятельность. Это вот именно ситуация с номинальными или техническими директорами. То есть, если директор мог доказать, что его степень вовлеченности была незначительна, что он являлся номиналом, и показать на реальных участников, реальных бенефицаров, реальных управленцев в этой компании, то в этом смысле он может рассчитывать на освобождение от субсидиарной ответственности. Следующий момент – это наличие, это размер ущерба от деятельности. Ну, предположим, у нас есть общая сумма кредиторской задолженности компании на миллиард рублей. Кредиторы обратились и в качестве основания для привлечения к субсидиарной ответственности указывают вот эту задолженность в миллиард рублей, точнее, как сумму, а как основание указывают какую-либо сделку. Но в ходе разбирательства мы видим, что вот эта сделка, она нанесла ущерб, действительно нанесла ущерб, нанесла ущерб, предположим, на 200 тысяч или на миллион рублей. В этом случае ответственность тоже будет ограничена именно той суммой, на которую был нанесен ущерб, а не всем миллиардам рублей. И важный момент, который сейчас следует учитывать, это то, что у нас поправки, которые значительно ужесточили, регламентировали положение о субсидиарной ответственности, были внесены в законодательство летом 2017 года. До этого действовали совершенно другие, намного более мягкие правила по привлечению к субсидиарной ответственности. И, соответственно, мы можем здесь сказать о том, что если есть понятие, да, всем, я думаю, так известное, кто немножко разбирается в юриспруденции, что закон не имеет обратной силы. Это базовая норма, которая у нас закреплена в Конституции, в принципе, в законодательстве. То есть, если любой закон, который увеличивает, усиливает ответственность каких-либо лиц, не имеет обратной силы, то есть не может распространяться на правоотношения, которые возникли до введения в действие этого законодательства. Соответственно, мы говорим о том, что если сейчас привлекаются к субсидиарной ответственности у нас директора или иные лица за те нарушения, за те виновные действия, которые были до лета 2017 года, то, соответственно, в отношении них должны действовать не нормы, действующие сейчас, а те нормы, которые у нас были до 2017 года, которые значительно более мягкие и дают намного больше возможностей для этих лиц избежать привлечения к субсидиарной ответственности. Ну, вот, наверное, пожалуй, по этой теме все. Готов ответить на вопросы, которые у нас есть. Наверное, да? Вопросы. Добрый день. Если неплатежеспособность возникла во время работы текущего гемдира, но причины этого были заложены еще ранее, каковы шансы в таком случае? Смотрите, то есть я как раз об этом тоже говорил, то есть здесь нужно разбирать, если мы говорим не о формальных каких-то основаниях для привлечения к субсидиарной ответственности, то есть не о том, что утеряны документы, непереданы документы, искажены отчетность, искажена и так далее, а именно о сути, то есть о том, что своими действиями это лицо довело компанию до банкротства, здесь нужно доказывать то, что причины этого возникли до того, как начал работать текущий генеральный директор. Единственный момент, что хотелось бы здесь тоже сказать, что может быть так, что причины возникли до начала работы этого генерального директора, но генеральный директор тоже в свою очередь не сделал все, не предпринял всех необходимых мер для того, чтобы эти причины устранить и как-то исправить ситуацию. И вот тут он может быть тоже под угрозой. Это достаточно сложный момент, надо изучать финансово-хозяйственную деятельность, надо с учетом документов, может быть с привлечением каких-то экспертов отраслевых или экономических доказывать, кто здесь был виноват. Вопрос всех известных бенефицарных, известных кому? Но смотрите, если мы говорим о бенефицарах, то понятно, что есть лица, которые прямую указаны как учредители, участники или акционеры компании. И они известны для общества, граничной ответственности. Такие лица указаны всегда в едином государственном реестре, то есть это совершенно открытая информация, которую там в течение пяти минут любой человек, а не только суд или конкурсный управляющий могут узнать через ЕГРЮ. Для акционерных обществ эти сведения указываются в реестре кредиторов, который ведет реестродержатель, но эти сведения также могут быть по запросу суда или конкурсного управляющего получены. Плюс к тому, акционерные общества обязаны публиковать отчетность, в том числе о своих аффилированных лицах. Ну, это первый момент. А второй момент – это уже такая более интересная, развернутая тема, о которой можно отдельно долго говорить. Это о том, как сейчас выявляются бенефициары, так скажем, скрытые бенефициары компаний, которые ни в каких реестрах не указаны. Такая практика тоже существует. За документы бухучета тоже гендиректор отвечает. Да, на самом деле, конечно, отвечает, потому что у нас финансово-бухгалтерскую и налоговую отчетность у нас подписывает всегда генеральный директор, соответственно, он отвечает. Также подпись генерального директора является первой подписью в карточке банковской, то есть, соответственно, он подписывает все платежные документы. Поэтому, разумеется, отвечает. По поводу ответственности бухгалтеров и финансовых директоров, вот следующий блок, там расскажу поподробнее. Но в любом случае ситуация, когда привлекается, например, главный бухгалтер, а генеральный директор не привлекается, она скорее такая из области фантастики, чем реальности. Так, переходим, наверное, тогда теперь к следующей. Ага. Ага. Ага.